всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно буди enter и сегодня мы обозреваем карту рановой тест это давай под номером 182 проходил он со 2 по 9 июля и он подошел к концу неделю назад а вы немножко опоздали обзор высылают почта россии поэтому нормально так получилось и надо показать наверное карту кто-то маппер был нл паза очень игрок который сделал за свою карьеру всего две карты и не знаю даже что ожидать от этой карты но ну я уже вижу который допустила в общем да начинаем мы комнатке сразу же лесенки и если делать хороший circle то эти лесенки ты попадаешь прямо на лесенке и это уже сразу минус это уже сразу неудобно даже если старт таймер начнут каждый раз обнуляется и он возвращает нам 125 хп значит ты таргет и нет а значит что никто оружие мы не можем не принести не всегда конечно такая штука работает ну зачастую здесь на старт триггере вроде как отбирают все оружие и использовать его не получится видимо три пути прямо и налево и направо на мы сходим наверное очевидно прямо самая интересная кислота в которой нельзя падать оба я поместил ага тут нам значит тут еще рокет можно еще посетить и посетить и я не знаю может они можно было долгом вокруг скорее всего для вокруг 3 потому что ну потому что ну потому что да ну в общем-то потому что рампа не работает в вокруг 3 тут нам еще дошли шутку путь да тут в общем можно запутаться с этими коридорами кривыми которые идут направо-налево а ну все вот это походу я сейчас вернусь даже это с другой стороны получается и вот она дверь а тут у нас еще ну окей давай пойдем тогда налево и что направо-налево а ну вот это место да да то есть сверху пропрыгивал и вот он рокет залетаем с одного рокет джампа а вот вот место здесь у нас змейка которая в кутре абсолютно неиграбельная я уверен в этом так дальше у нас что дальше у нас но очевидно дверь как всегда. О ну наверх поднимается интересно. Вовововововововововововововововововововововововововов though что не пришли было. ОК дверь! дальше к малигу у нас малигу у нас просто как обход я так понимаю вот она либо мы летим вниз мы летим поверху но исходя из простого понимания как быстрее будет это вот жампами для места когда лучшим поднимает у нас скорость естественно нам выгоднее понизу и тут я не буду уж прям так тестить но наверное это режется по раз когда будет проходить просто прыжка она ниже она выше чем вот эта планка если спейсинг немножко даже не правильно на и какой когда они не как бы думал моппер ты обязательно врежусь вот в эту штуку и даже кауч не спасет control если присесть так что но это абсолютно минус я думаю моппер это для ты тестил ну и даже мы получатся летим-летим-летим еще на герри рампа рампа пады наверх ну скорее всего значит с рампы нам надо наверх для обхода падав если ты не попал да 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 то есть ну тут вряд ли внизу что-то что-то там есть что-то там что там слушай так классно да он сделал там что какую-то вот детализацию ты там вообще будешь проходить чего офигеть а я не знал ну классно вот за это мопперу отдельный как бы отдельный плюсик немножко криво наверно лампочки стоят в том плане что кривовато по-моему относительно вот падок но некрасиво в общем ну не беда это первый опыт маппера либо это не первый опыт маппера но с ником на фаза это первый значит дают нам дальше мы поницу проходим и сделать добожан а значит у 3 получается мы берем уберем много можно набирать рот красного армора да все отбирается и здесь лик и сразу же что я хочу отметить вот это вот давно если так ну потому что ладно выкутри допустим я допускаю что выкутри ты плавненько идешь-идешь-идешь прыгаешь и вот дальше как мы перелетаешь или делать даже джамп на ней и дальше нас благополучно попадаешь допустим но в cpm ты же ты же надо делать разгон даже если ты не надо стены ты уже гораздо больше скорости как-то не знаю по-моему это фигня какая-то не надо было этого делать забираю плюсик за дебилизацию там пола за вот эту я не уставлю минус в общем туннели тут у нас сразу уже есть свик то есть свика там буквально две горки получается угу туннели 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 прикольные лампочки а ну это дефолт наверное да лампочки честно не знаю двери лампочки лампочки все в лампочках и один проход с экраном а она зеркальная получается что то место это по другой стороне окей идем дальше тут у нас какая-то бандура с лаз с телевизором бандура да я водонагреватель наверно потому что я без горячей воды сижу подожди что за примером светится дверь слева что это такое сзади нет снизу вода что такое это что-то электриком а это тоже какие-то просто лампочки ящики приключен чувак сидит приуныл заблудился вода холодная кончилась водогреватель тут у нас биофазер значок ну прикольно кстати я не знаю как эти делать монитор ты знаешь да это просто шейдер ну кстати вот не знаю можно было как-то сделать один большой тогда значок что льну как-то не красиво тоже ну ладно бы снимать не могу ну хотя нет ничего все смотрим верно так эти дырочки интересно а ну там сплошной по-любому да 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 там сплошной опять лампочки двери двери но тоже то что по ним надо стрелять это тоже минус но учитывая что карта карта 2004 года меня это конечно прощаю макеру но конечно сейчас за такой же просто карты не поиграть элементарно не будет а значит не будет но если ну перепор с этими дверями там на старте раз двери для выку 3 допустим если пациенты да потом чё-то наджирить это не такая же их надо стрелять нет можно не обратно это если бы там была кнопочка в пиксель ты было бы лучше почему нельзя сделать триггером чтобы интригировать почему я люблю когда я нет я к дверям ничего против не имею я против того что не надо стрелять по ним надо попадать отвлекаться от основного рана по идее можно допустим сделать одну дверь где-то в начале но не вот эти двери где-то тут летишь на скоростью 1500 я подозреваю после вообще в самом дефраге любые двери это не всегда хорошо удобно и все такое потому что во первых в онлайне начинается творится хаос когда два человека в двери подходят даже если лидер один прошел допустим пострелял он пролетел и ты такой бежишь двери открыты люди перед носом закрываются это очень часто получается и поэтому обычно для онлайна ставят таймер нет минус 1 вайта у двери или не помню что там еще прикручивать чтобы они хоть как-то работали ну я тоже честно говоря не знаю об побольше тайминг ставит чтобы не закрывались а скорость открытия тоже увеличивают если скорость открытия это еще более важный фактор даже пусть в них можно стрелять надо точнее пусть них надо стрелять но пусть скорость открытия будет достаточно большая чтобы я на большой скорости успел пролететь а то ну очень часто бывает и интернера совать что ну да в общем ладно двери пусть на совести маппера прикольный дизайн тут по крайней мере тут у нас понятно значит вот эта рампа не к чему как всегда тут нам предлагают пострелить ну карта я так понимаю для легшей прошей там или как кому удобнее и туда и сюда можно она почти моноположная зеркалена ну да да вот зеркало ой нажал это я у нас мониторы это у нас это у нас типа секретная комната да не не подходи сдохнешь это кто у нас честно я не знаю наверно маппер или кто-то ну маппер может быть еще кто-то да такая мемуарная комната что написано а это нл продакшнс нл это вот как раз нл фаза макер нл это клан старенький который уже к сожалению не существует не войны так у нас когда тебе было и надо да а подожди ка а ну да зеркально получаться не знаю я даже не знаю что в районе сказать можно тента что-то добавит ну давай покажи мастер-класс поставил на ней мировой рекорд я так понимаю да да за за рулил перебил старую старый таймкопера на пол секунды по идее можно больше но учитывая что enter особо как бы не стрейкера чем он постоянно тоже напоминает все то ну по мне так это победа вот эта дверь например на триггером открывается а то ну да а тут стрелять надо но чем можно в самом начале сказать то что в себе м но и я думаю это даже вокруг 3 передняя дорожка медленнее чем чем боковая потому что потому что потому что мы бежим налево направо много-много-много стрейфим прямо как раз набираем скорость можно по стенке вот так вот стрейфить ну вот стреком до выгодно и залетаем туда сразу летаем вот сюда здесь делаем направо налево теряем всю скорость и это все начинаем стрейфить а если мы начнем прыгать прямо у нас намного раньше рампа который нам скорость уменьшает вот потом мы прыгаем налево направо прямо опять прыгаем и опять тормозим то есть из-за того что мы два раза скорость сбрасываем у нас прохождение получается по скорости медленнее чем вот по этой дорожке где мы разгоняемся до полной и начинаем тормозить только вот вот здесь и точно в общем за этого таким вот образом боковые проходы быстрее получили оружие она здесь лежит но она оказалась ненужным то есть потому что ну во первых подниматься с немедленнее хп мало оружие только одно то есть ждать надо чтобы второе дали целую секунду ну и его только если вот здесь при начале стрейха завязать но это не выгоднее уже будет пока ты ждешь там тем более даблджампом если залетается в общем там у меня скорость сохраняется ну имеется после даблджампа я ее пытаюсь как-то сохранить и не потратить и а если брать рокет то там полностью остановка идет в общем в общем все медленно здесь ну видно две дорожки одна снизу вторая сверху снизу быстрее и такой типа лифта дверь которая двигается вверх-вниз тоже еще вместо постреливать надо когда строишься основная проблема была тупо попасть вот в этот проход потому что ну пострелять еще можно пострелять но вот по прыжкам выровнять так чтобы ты приземлялся где-нибудь вот тут вот и потом падал прямо туда внутрь этого сложно вот дальше что можно сказать но стрейк 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 обычный нужно опять же по старшим по прыжкам выравнивается так чтобы здесь сделать даблджамп на это рампе опять же в эти двери нам стрелять после даблджампа мы прыгаем подлетаем куда-то наверх потому что рампа очень сильно резкая вверх с подкидывает и приземляемся вот на этот вот сейчас я покажу здесь же опять зависимости от скорости от полета мы как-то старый надо приемлиться перед этой рампой сделать даблджамп вот после даблджампа вот здесь находится триггер то есть вот так от стены до стены вот на такой высоте где-то и после того как я его у нас и он дает нам две ракеты этот триггер вот и после даблджампа можно их использовать учитывая то что вот здесь отбирают все ракеты обратно то есть надо их раньше успеть все завязать ну в общем при большой скорости там наверно одну только успеваешь да нет две основная проблема в том что здесь у тебя 90 хп ракеты две выстрел стенку отнимает 50 хп нужно умудриться выстрелить так два раза чтобы у тебя еще хп осталось но здесь нам его возвращают до 100 хп вроде вот в общем еще покажу здесь как обычно стрейфлю ну волл стрейф по вот этой рампе потом прыжок налево причем я старался заскинуть этот уголок прыжком пусть потрогнуть перед ним чтобы завернуть и прям резко туда туда попасть здесь опять же стрейф слег причем я ничего не жму и поднимаюсь наверх на рампе прикольно у тебя 12 тюкс горизонтальная скорость наверх причем прикольно здесь что могу сказать здесь вот передняя штука тоже слик но она полукруглая и проблема в том что у меня было то что я стрейфлю прыгаю ударяюсь башкой вот в этот уголок и останавливаюсь в общем на этом слике здесь есть немножко слика и и я не знаю я его не вязал и просто прыгал и дальше начинал прыгать это из поворота делать обычный стрейф очень сложно вот здесь пропрыгивать не зацепившись ну вписаться в эту дверь потому что часто получается что ты бьешься башкой вот в этот куда-нибудь угол или здесь цепляешься за что-нибудь в общем линька такой проход получался а скорости много это сложно да там это надо смотреть такое сложно объяснить даже вроде ну кажется хороший проход там чего такого сложно пролететь а когда ты летишь да на скорости 1500 допустим это не очень хорошо тем более когда ты тут повернул там повернул надо еще обратно вывернуть скорость не 1500 а где-то 1300 1200 но все равно это нормально ну я округлил образно я на нее не прошел ни разу хорошо здесь здесь что лестница надо умудриться по прыжкам сделать попрыгнуть так чтобы сделать даблжамп на этой лестнице тут еще подляна такая да 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 я часто мне прыгал но не часто бывало то что я по прыжкам никогда сюда приземляюсь и прыгал прямо в эту рампу и улетал в потолок и в общем это них не очень хорошо да ну так я еще могу прыгнуть и на лестнице как-нибудь попробовать даблджамп ноте и не зафейлиться но вот если мы с этой скорости это и то сложно сложно как и теряется куча скорости здесь нужно при стрейфе где-то где-то вот вот заранее вот здесь погнуть эту дверь и и вот ведь раскочить не но на скорости это нормально и дальше просто стрейф так чтобы не проваливаться в эти ямы здесь тоже нужно было выравнивать этот пейсинг да спейсинг все такое спейсинг и вот такой вот заворот оберезки налево еще одни двери ну ничего интересного вот ну я играл эту карту только в cpm я мало в интернете в патре могу сказать сейчас попробую как-то пройти то есть я делал как-то давай здесь получается то что я прям на рампу приземляюсь зигзаги но немножко подтормаживаешь сейчас что-то я хотел сказать а то что в 10 для людей у которого нет снаппинга заметно то что здесь белая полоской когда я выворачиваю я могу нажать налево придет и как раз попадать в эту зону на ней как раз строится и и для тех кто опять же без снаппинга играет это хорошая вещь потому что вот эта беленькая полосочка это вот если ты направляешь на нее взгляд у тебя сам максимальный набор скорости при волстрейфе получается да да то есть вот так вот медленнее набирается скорость чем вот так вот ну это проверить надо еще проверять в этих зонах белых самую максимальный набор скорости надает из нее выходишь чуть правее тебя сбрасывается ну ладно где же к слову оставить зону это между полос это делал максимальный набор не смотри в между полосками допустим здесь один здесь один одно или там минус плюс один а здесь в самой полоски там складывается показания и как бы в общем набор был больше раза в два не но я замечал во время какое-то прохождение стрейфа что попадая меня как бы зону и попадая вот полоску я какой-то прирост ощущаю на я думал что это так в общем вот они показаны полоски в которых набор скорости самый большой беленький то есть если я стрейфлю вот даже при первом стрейфе водка направляю в эту полоску взгляд у меня круче всего набирается скорость и при волстрей все то же самое белый полоски больше всего набирается очень странно ну ладно в общем здесь обычный стрейф обычно получалось то что я приземляюсь прямо перед этой рампой здесь зигзагом пытаюсь не запороться не получилось и здесь опять волстрей здесь нужно умудрить по прыжкам выровняться так причем на глаз такой такой гемор просто по взгляду определить сколько тебе еще прыжков прыгать чтобы ты приземлился прямо туда внутрь я здесь наверно не буду заново проходить я просто это девмап или нет 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 ну как раз сейчас режешься да вот я воткнулся надо заводить девмап можно заводить да это мы с центром оба сегодня с насморком он я через расстояние скопа там между москвой и женском честно не знаю сохранился надо было притормаживать или или наоборот тут либо да либо ты стрекишь очень сильно при этом у тебя тут все равно будет не зеркал как бы а ты же там еще до этого набираешь скорость 1 классе не стану вот при повороте у меня где-то 600 700 вот здесь что происходит и я на стенке на 700 вроде ты кассари набираешь 1150 где-то да наверно до дырки до этого отверстия блин давай я пробую просто сначала давай показать как это ну я думаю на демках мы это увидим и проанализируем еще дополнительно то что кто-то возможно начинал пилять и куда притормаживать кто-то вообще по верху проходил да вот то есть enter получается вынужден прекратить набор скорости чтобы попасть в эту дырку да по спейсингу чтобы все совпало и плюс он вынужден прекращать набор скорости чтобы пострелять двери у меня я там почти прыжок мог сэкономить ну в общем я нам намного там быстрее мог попасть там очень любли починить доме швачьи ночь да да ты то есть либо степишь очень хорошо и делаешь минус жампу его степишь здесь минус жамп никак не сделать то есть нужно по-любому притормаживать чтобы попасть сюда потому что здесь прыжок не по у меня ни разу не получилось сэкономить вот дальше здесь у нас скорость как раз тысяча стоили около того часа себе ракет дам чтобы просто показать здесь опять же стресс в эту штуку делаем double jump вот как-то так высоко и подметал всегда две ракеты так вернемся обратно значит что можно сказать про про вот это вот место да здесь реально очень сложно проходить вот отсюда и не сдохнуть до до этой штуки потому что я говорю челлендс выжили потому что там когда падаешь вниз теряешь что хп а вот 10 кп вот 10 падение 10 кп отбирает и вот здесь если высоко подлетишь еще потеряешь 5 или 10 кп вот и в результате тебя остается 85 или там около того хп и ну надо зависимости от высоты подлета здесь же прыгается наскосок чтобы как можно меньше скорости терять и опять же 2 2 этих мне приходилось стрелять под каким-то вот таким вот углом то есть я ну я делал я первый старался по как можно дальше выстрелить но не как можно дальше чтобы поменьше потерять 2 же нормально то есть чтобы у меня было два как сказать два раза я мог мог не попасть то есть ли перспеет первый раз стреляю мне остается чем больше чем 50 кп все нормально я могу спокойно стрелять стенку если я стреляю мне остается 45 хп мне опять нужно чуть-чуть совсем попадать вот в общем это все сложно и ну в общем удобно сделано ну может быть в этом был два задумка как маппера на 40 минус 1 минус 1 ты на 44 быстрее и в общем так приходилось постоянно делать так где я может это была конечно задумка маппера но не знаю это это интересно это кто как сможет его пройдет пройти там надо максимально хп сохранить на это сомнительное развлечение делать такое в карте одно дело когда тебе дают климпить определенное количество даже ну когда тебе надо климпить и не умереть либо ты тебе дают ограниченное хп и тебе нужно нормально руки ну не знаю как бы такое сомнительное тут можно конечно много пройдет дальше я здесь гейминг засейвлюсь чтобы пытаться пройти здесь у нас опять же надо перепрыгать эту всю фигню стрейфится здесь у нас два варианта либо мы просто стрейфимся падаем туда вниз либо мы прыгаем где-то вот здесь вот или внизу и головой бьемся вот этот уголок чтобы скорее вниз опасть я пробовал и так и так я не знаю оба варианта быстрые но в конце я по-моему передумал прыгать и просто стрейфим падал вниз здесь же опять здесь же опять либо мы просто берем нажимаем прыжок и прыгаем по приземлении и начинаем стрейфить на скорости где-то 1100 сейчас я попробую 1080 немедленно очень-очень сильно зачастую даже наверно притормаживать надо было да там вообще по прыжкам у меня один единственный раз получилось срезать вот 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 это был она можно по прыжкам очень получается что очень-очень сложно вырезать то есть нужно нужно как-то вот это то ли в этот угол с кеме вот этот поворотный то ли просто очень грамотно здесь выворачивать и потом по прыжкам получается так что я приземляюсь ну обычные дорожки я вот сюда приземлялся или вот сюда вот в идеале можно прыгнуть вот вот сюда приземлиться и пытаться его за скинуть если ты скинешь этот уголок то можно еще и вот это штуку за скинуть но я говорю это прям это минус прыжок и это очень сложная у меня я тут же за фейдл когда это сделала и больше не получалось что такое этот кирпичище мешающийся дайте пищу выкутили то говорю выкутили еще более-менее мне кажется он вот я сейчас по прыжкам немножко скорости не хватило чтобы нормально да можем сделать ну и дальше как обычно здесь старые прыжки и прыжки и стреляем в этом в этом дверь и стрейфимся по здесь сейчас еще раз попробую попасть может у меня получится участка много скорости но есть на вот получал зацепился и теперь надо притормозить чтобы не упасть и здесь еще неудобно и эти двери и вот здесь где-то финиш я как-то у меня получилось пройти но я там рокет очень плохо завязал там можно было еще полсики точности ну далеко не идеал да ну думаю посмотрим увидим где можно было еще конкретно срезать и можно наверно демкам переходить если нечего больше добавить ну честно честно вроде вроде иначе еще рассказать про это карта сейчас я добегу просто стрейк стрейк здесь немножко стеклу как пара ракет принципе все что можно рассказали либо это не дочет маппера либо опять же задумка но учитывая что даже не знаю что учитывать чтобы это было эта задумка была эффективна зацепился и думал углом вот так вот зацепить ну в общем как то так нет это у нас вроде бы скачал паркап паркап 182 и начнем мы с 33 по традиции и последнее место число 4 цех икс и риса странно и это не циксе случайно ну я думаю это он он же 1 20 не играл я звук утре не могу сказать про правильную дорожку интересно правую или левую боковую точнее передней острых намного проще чем вот такие вот виляния на право на лево да вот поэтому больше возможности чтобы набрать максимально кстати у него что-то изменилось по-моему нет он как-то раньше лагал вроде подмагивал как будто настройки как будто бы прямо по опадам попал или прыгнул кирпич здесь мне кажется можно было по боковой стул в этой цели завернуть так подожди я сказал топ-4 да или топ-3 по-моему топ-3 да ку-3 демки все остановился потерял много времени и здесь еще в телепорт упал если не упал был бы намного быстрее ну в целом могу отметить у него что если это он же то у него игра выровнялась прям вот видно что движение почетче как-то по осознанию что ли он все уже это делают в принципе чувак растет за что ему отдельный респект переходим топу 2 2 zero cool посмотрим play на три секунды быстрее ну скорее всего мы что-то похожее этому увидим просто мало какого-то фейла здесь по прыжка вроде нормально тоже человек проходил без волл стрейфа он вот это залезал наверх ну вот так все стандартно немножко зацепился за уголок но я думаю не очень страшно если он попадет в этот прыжка попал а у тебя показывает сервер на котором он играет сервер до тем ранами да большая снится у чувака кстати наверное стоит задуматься о том чтобы ее немножко снизить и улучшить свои результаты в дальнейшем но так в целом тоже без защиты особо да да пока все хорошо как говорится пацан про тех ушел ну вот на этом потерял в этом плане более выгодный если бы он там не упал он бы перебил его да ну около минуты 15-13 и топ-1 герзкий кет посмотрим play быстрее на 14 секунд да у него должно быть хороший тайм хорошее прохождение хотя с первого взгляда вот кажется что какой-то не очень тайм еще одна ракета возможно эта ракета как раз да 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 но да сейчас посмотрим но у ку-3 это оправданно потому что там дальше мига лежит я я знаю знаю а нет я думал он тут я думал он тут ее заюзит чтобы взять роут и наверх залететь потом сюда это же выгоднее было как-то кет да у кетов очень недочет немножко в плане роута но не понял так в смысле недочет а ты думал что он просто упадет вниз да или что да он нет он мог пойти вниз и выстрелить ракетом себя ну сделать ракет джамп и залететь наверх где рампы у него бы осталось 50 хп ему там ты этим дал дали бы триггером бы ему дали ракет и он бы благополучно добрался на уроке то там там же нет рампы как-то с одного ракета долетишь до верха кажется можно мне кажется прям очень там без рампы залетать наверх я прям не знаю как потому что у тебя ноль ракетов тебе триггер находится спереди от рампы тебе нужно сначала прыгнуть упасть вниз и потом там же по бокам по бокам там же какая-то фигня там она около рампы находится в общем раньше чем триггер ну ладно не на моей совести если это и возможно так я это не увидел в общем переходим в цепи м да ну поздравляем кеда стоп 1 до козла стоп 2 и все молодцы постарались и начнем с так один лагера да дефрагер россии москву посмотрим плей 1 0 3 и 8 ты поди отправил да не вон моя даже такой это козачок засланный кирмон 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 он кстати постоянно на стриме появляется очень приятно видеть новых людей он с даблджампом запускал наверх угу ну проходил да по центру посчитал что так выгоднее вот он уолл стрейф использовал видим мы что у него также сборка зерга да чувак это это самое зайди там по ссылке в описании в стримах скачай хорошую сборку братан а ну да да в общем ладно возможно не очень возможно немножко потерял на повороте можно было завернуть я показывал перепрыгнув этот камень да ну видно что немножко сайр контроль еще остановился да уже не получился в целом вот уже можно сформулировать совет что братан просто играй почаще и в принципе у тебя хорошее начало пусть ты даже и дефраггер не следующий рекуаше пятьдесят шесть и семь быстрее на шесть секунд подожди да 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 play австралиец постоянно резкими демками своей невероятной чувствительностью мышки постоянно нас веселить тоже по центру дабл дабл джампу залетал наверх без ракета без всего изглаз трейф обычно в трейф прыгал он попал в центр не потерял скорость на дабл джампе села наверх с одного рокета залетал не совсем удачно повернул не совсем удачно не совсем удачно попадет нет дабл джампом о получилось очень много скорости потерял вот здесь еще прыжок надо прыжок быстрее сделать ну слушай в целом прошел очень даже видно даже что в какой-то момент начал нервничать потому что скорее всего видел хороший плюс но так молодец в принципе планка жаль не растет конечно но ну он давно шлет уже демки и как то все на одном уровне что странно может быть надо тоже сенс уменьшить и что то получится так переходим к следующему zero cool неизвестный из какой страны да два фрейма два фрейма отжал у ricochet ну а zero cool кстати по моему из белоруссии я не замечал город не знаю точно вот первая демка сбоку по моему да прохождение но теперь да наверно вот ворота в принципе неплохие опять человек не знает про волстрейф может не понимает но не понимает я кстати встречался тоже при общении с молодым поколением что они просто не знают как что такое волстрейф они видят как это они понимают ну что это зачем это типа делать не умеют зажал зажал кнопки нажимай прыжок и все вот кнопки не стоят так они не видят что жмет человек я вот чуваку который с этим вопросом ко мне подходил я ему помог если что пишите в комментариях смотри как сервер называется охлакнулся прям да запейлил конечно секунд наверное ну в целом прошел поровнее хотя не знаю мне показалось что должно быть быстрее чем рикошее как то ладно следующий у нас следующий CXE из USA типа USA play полторы секунды разница выкрал у бедного зеропула не смолк ну получился дабл джамп я думаю споткнется стрейф не то что не то что я думал споткнется мне кажется в этот момент то если будет смотреть обзор будет такой это оцениваешь мощь ну стрейф вроде он с дабл джампом проходил ну потому что реально тут иногда кажется что не долетел до верха да, не долетел мне кажется, в принципе не заблджамп иногда сделать, потому что не знаю это гемор с этим спейсингом да, ну проходит ровненько вот то, что у него с последней демки что-то изменилось в нем он может стал больше времени уделять получился даблджамп, кстати, хороший но зацеплять рампу, наверное, придется подтормозить ему, да, немножко притормаживает здесь тоже влезается в стену, потому что мог перелететь а дальше все да, и успешно финиширует мне кажется, что он на даблджампе много потерял если бы попал в дырку, было бы намного быстрее вот, а финиш у него хороший финиш, в принципе, и в двери нормально попал, и даблджамп на лестнице получился вот ну что, так дальше дрем россия play на 4 и 1 побыстрее, чем cxc 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 а если по-английски это по-русски ты веришься тоже сбоку резкий стрейк почему-то а он сильно жмет туда сюда тупо не знает что это дверь это опасно было видно что он хотел случилось через я бы перелетел все что нужно и здесь тоже в принципе неплохое событие не было да, здесь по-русски поровнее ну и в общей сложности получается 51 и 1 вот хорош хорош дальше zek ю н в беларуси молодично это город или село или деревня не знаю что это хорошечно молодечно посмотрим play ой 49,3 быстрее еще на 2 секунды 3 ну 2 и 8 если точнее закон ну что кстати неплохой стрейк да я не знаю видишь как сервер называется может это его имя такое younger interpreted на бел мелкий металки да он играл тоже дублджамп все-таки учитывая что уже третий игрок уже после этого я понимаю что это выглядит офигенно но но это не выкидывается в плане потому что обычно скорости больше 1000 и вперед и выстрелить сложно и плюс там слик еще который тебе куча скорости дает но зато хоть немножко скорости себе добавил я я придумал мы вводим короче во время обзоров теперь будем давать призы за оригинальный роут топ-1 оригинального роута хотя еще роги посмотрим может роги что-то сатарил очень интересное быстрее на 2 секунды 47 3 мы посмотрим play у меня после обзоров постоянно смотрят по их делу их плыть плыть что-то надо говорить что мы на то время не отпускали вот чувак знает про волстрейф как раз в этот я кстати сохранил очень хорошо скорость с одного ракета проходил я даже быстрее что у меня прохождение а где он то заходил наверно на финише или на поворотах здесь да я вот здесь побыстрее проходил да у меня был даблджамп раньше он здесь даблджамп еще немножко ступил и скорость потерял здесь у него медленные повороты увидишь уже как бы видно что на верочку ему лишь бы пройти уже эту карту потому что ну видно видно было что он как ну аккуратничал начало него было неплохо очень пройдено да начал очень быстро вот начало посмотрим теперь мою демку на топ-1 поздравляем это кстати за киеве топ-3 тоже поздравляшки роде топ-2 и энтер топ-1 посмотрю 44 9 плей сейчас я буду тебя оценивать у тебя мировой рекорд как не так себе очень четкий даблджамп тут можно было цепить побольше скорости кстати не нужно было потому что нужно попасть четко в эту яму первый чек в общем от моей минуты 16 минус 96 короче явно будет быстрее а да плюс 7 секунд но в принципе кстати ты очень хорошо залетел на свике и тут все тоже пока четненько ровненько не резалось ничего не зацепил сделал получается минус джамп не зацепил ой 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 это очень классно в целом инциде получается 50ой 451 давности да и переду нет это у меня было я сам свой талиска ребён ну ну да да вот я говорю ну давай в общем настоящее вам посмотрим и поподробнее ну начало в общем очевидно что да ну судя по вообще моему мнению у меня здесь плохо пройденные рокеты и даблджамп все остальное в принципе неплохо но если сам залет на слик у тебя очень хороший здесь кстати у меня вот с этим острых бывало что я прям это рампа втыкался иногда у меня тоже здесь очень много потерял но тут много не надо набирать потому что говорю минус прыжок здесь вряд ли прям вообще сделаешь в эту дырку я делал пару раз честно я не делал на и так и не прошел полностью то есть я и проходил вот именно до момента вот этого рокета дальше я даже не знал что там даже наискосок делал и все подлетел и зигзаги пришлось такие выписывать 43 хп вот ты вот тут вот очень классно у тебя получилось то что ты со скользкой сразу на рампу ты мог же подлететь а если бы и лампочки были юзабельных плане прыжков это были бы четыре волны можно было по лампочкам пролетелось дверь в принципе нормально вот набрал вот здесь вот очень классно получилось попал на дабл джамп хорошо бывал на ту рампочку в итоге не попал на ту которая вообще скорость вязать клан в итоге тут конечно без вариантов теряешь немножко скорости чтобы повернуть а и у тебя по-любому было что ты еще падал туда до последнего джок который делала ты прямо на краешек попал мне кажется иногда попал туда в пропасть ну в конце нет обычно не попадал там там по прыжке дело в том что они очень рандомные после этого дабл джампа на лестнице ты вообще не знаешь как будешь прыгать и до русская рулетка попадешь на эту рампочку подкинет она тебя или нет и в общем зависимости от этого нужно или прям стрейфить прям вообще на всю чтобы попадать дальше попытаться в повороты вписываться либо не знаю как как-то вообще прыгать чтобы не падать никуда ну либо не мопить такие карты ну в общем вот они демки вот мы все посмотрели вот она была карта да я не успел оформить еще и сами результаты вышли 11 июля так что это даже не мы задержали хотя мы тоже задержались немножко ну ладно взрослые дети семья там работа вот принципе информация карте от нл фазы как сроки там была вот когда она проходила 2 7 по 9 7 вот принципе демки которые можно скачать если кто-то хочет вот они комментарии так мало но ладно и на данный момент у нас идет компетишен который называется баг готик на такой карте от автора бага там офигенная карта прям вообще офигенная с очень очень насыщен большая прям такой большой замок рукой с оружием с разным вот правда там есть парочка нехороших моментов но но это уже если сами люди будут играть заметят я думаю а так да и если ты баг если ты вообще-то если ты русский как-то смотришь это то реально вот тебе благодарность за такие карты потому что такое уже давно никто не делал и он нам как мне энтеру там даже роде взять гопера не знаю даже энди до более-менее старенький игрок и мы как бы зал на душу после всех вот эти а но но карта была бы лучше намного если бы там просто не было двух вы наверно сами узнаете когда поиграете да но мы обзор на нее будем делать скоро мы объясним покажем чё как где вот так что на днях да смотрите наши стримы заходите все такое до общайтесь пишите комментарии играйте в дифраг заходите на сервер к и не стесняйтесь спрашивать глупые вопросы у старичков потому что я поможем если что есть у нас сервер этого как его дискорда там куча народа который может вас проконсультировать или там новости тоже выходят вот ну ладно все спасибо спасибо удачи наверное заходите еще лайкать заходите лайкать карты от бага всем удачных рекордов всем спасибо всем пока